Парковка машины В ближайшее время и пока никаких комментариев не дают Однако у идеи уже есть противники И они считают, что дешевле построить просто новые парковки Нормальные парковки, изначально приспособленные для машин К нам в студии присоединится Вадим Михайлов Основатель и лидер международного и российского движения диггеров Руководитель отряда Диггер Спас И также эксперт по геолого-техногенной подземной безопасности в городах и мегаполисах Вадим, добрый вечер Вы, видимо, критически относитесь к идее загнать автомобили в подземные бункеры Знаете, это не просто моя критика или какие-то амбиции диггеров Мы работаем в содружестве с мэрией Москвы и с федеральным центром Но, тем не менее, не учтен процесс, который в динамике изменился за годы Вы заметите, мы критиковали не просто так процессы априори Мы их изучали, мы изучали их совместно с учеными И составляли даже карты, которые не дошли ни до президента Ни до даже более простой прослойки чиновников в мэрии Москвы Но тогда Юрий Михайлович вообще не хотел слушать Именно карты не просто бомбоубежища А карты геолого-техногенного риска, залегающего на уровнях специальных сооружений К которым относятся бомбоубежища Причем бомбоубежища делятся на классы Естественно, мы работали очень много с сотрудниками не только ГОЧС, но и тех, кто в силу своей специфики разнообразных ведомств Используют такие сооружения, используют сооружения разной классности Ведь ГОЧС относится только под поверхностные некоторые сооружения А более глубокие относятся к другим ведомствам И тут нужно сказать, что Московское метро имеет свой класс бомбоубежищ Различные институты, заводы и так далее, которые предполагаются, видимо, к использованию в разных теперь уже районах Москвы Тогда они были вынесены за Москву и стали районами Москвы Они находились на территории предприятий до сих пор И некоторые на балансе этих предприятий Поэтому я не представляю себе, как оборудованные в новое время Относительно новое время, недавнее время на постсоветском пространстве, если можно так называть Для именно таких нужд бомбоубежища, идущие, берущие свое начало с 30-х, 40-х, 50-х, 60-х лет Можно переклассифицировать в сооружения парковок и стоянок Для машин, для которых другие должны быть нормативы и по бетону, и по залеганию и так далее Но тут много можно говорить о различных... А еще, если я не ошибаюсь, ведь многие бомбоубежища, видимо, сейчас используются не совсем по назначению Конечно Мы об этом говорили с инверсацией, президенты с нами согласились Что мы абсолютно правы в том, что необходимо кадастрировать по-новому Вот поэтому мы предлагаем новый вид кадастровых инженеров Это инженеры по подземным сооружениям Мы сейчас добиваемся этого вместе с Государственной Думой Есть такой эксперт Толмачев Александр Васильевич Мы с ним работаем в этом отношении С Эдой Владимиром Померанцевым, геосейсмологом Чтобы учесть те сооружения, и в какой они главной геологической среде заложены и лежат на данный момент Которые могут быть так или иначе либо использованы, либо опасны в той или иной ситуации для использования в гражданском отношении Смотрите, а вот если мы предположим, что эта идея массовского правительства будет реализована и действительно начнут машины парковать в бомбоубежищах Это будет опасно Нет, в бомбоубежищах и уже парковали в некоторых машинах И ничего такого не произошло страшного Единственный вопрос Если не получится, вот еще раз Если не получится проект Если он каким-то образом начнет пробуксовывать Уже будут произведены какие-то изменения для системы убежища Которые могут дискредитировать, то есть денормализовать грунтовую основу Дренаж и так далее вокруг этого объекта Несколько по-другому Все это находится и в жилых районах, и рядом с массивами, и рядом со стройками, и рядом с предприятиями Не отразится ли это в этом случае, если это опять будет вторичный уход обратно Который очень сложно сделать Мы это видим по тем бомбоубежищам, которые сейчас просто под жилыми домами использовались Совершенно, абсолютно деструктивно То есть убирали несущие конструктивные элементы убежища Проемы, лишали герметики, фильтровентиляционных установок Перепланировали подофисы, под какие-то сауны и так далее От этого только пострадали жилые дома В большинстве своем, Юрий Михайлович Лужков не хотел слушать этих высказываний Вообще отказывался от независимой экспертизы подобных объектов Естественно, мы к сегодняшнему дню пришли с тем, что никто не знает точно кадастр этого И то, что нам говорят в ГОЧС и у Сергея Кузнецовича Шойгу Оно не соответствует реальным, потому что и им тоже подают не все То есть, соответственно, нужен глобальный осмотр этих сооружений И уже потом решение того, как их можно использовать А вот так вот прям сразу начать там строительство подземных парковок Вот я вам хочу сказать, что есть территории И мы готовы хоть завтра провести туда И мы планируем это и чиновников правительства Москвы И мы предлагаем это и господину Собянину Потому что это энергичный человек, который мог бы это действительно использовать Я думаю, что просто не в курсе, что есть территории с 2-3 стадиона подземные Можете представить? Которые готовились ранее под стоянки И почему-то они засекречены и закрыты Вот взять район Ботовской больницы А вот насколько вообще сейчас скажите, пожалуйста, изрыта Москва Там, да, вот именно под землей Насколько это вот... Достаточно сильные нижние этажи вот таких сооружений, о которых я говорю Просто залиты водой Мы берем лодку, надуваем и плывем по нижнему этажу А хочешь, наверное, прям с полом А мы можем просто провалиться все к чертовой матери туда? Нет, но провалы и так идут Все мы, конечно, не можем сразу провалиться Но провалы... По очереди Это последние, вы же знаете, что последние 3 года В Москве активизировались провалы Ну, тут можно говорить о том, что вообще, собственно говоря Город находится в достаточно такой нестабильной области Потому что здесь и геотектонические разломы Тут нужно говорить, что не все внесли неправомерные и глупые строители Не все такие глупые были Но дело в том, что все равно регулятор вот этого осмоса То есть объединение между собой подземной среды Того, что было построено в давние годы И вот этого новодела Он повернут, к сожалению, в деструктивную сторону И затопляются большинство сооружений В том числе и у МОЗ коллектора были проблемы Я уж не говорю о том, что есть сооружения К нам обращалось Министерство обороны В свое время мы обследовали И мы сами сигнализировали где-то Которые просто затоплены до потолка Грунтовыми водами Или городскими водами из разорванной системы Пожалуйста, подождите Это так страшно уже стало Давайте мы как-нибудь подробнее сядем Поговорим вот именно об этом Не просто там о каких-то гаражах Могут они или нет быть построены под землей А о том, куда будем проваливаться Давайте вот действительно так договоримся Вадим Михайлов Основатель лидера международного и российского движения Диггеров Руководитель отряда Диггер Спас Независимый эксперт по геолого-техногенной Подземной техногенной безопасности в городах-мегаполисах Редактор субтитров А.Семкин